Всем привет! Вы на канале Лилины Бащата. Сегодня с вами снова я, Бублик. Продолжаем читать сказку. Мама читает, а мы смотрим предыдущие видео и слушаем внимательно. А ещё вкусняшки едим. Приготовили вкусняшки? Я приготовил. Всё, буду есть ням-ням. Сейчас вкусно и слушать. Мама, читай скорее. Всё, начинаем. Продолжаем читать нашу сказочку. Возвращение. Посмотри вниз, Эми. Девочка посмотрела и ахнула от удивления. За всеми этими интересными разговорами она и не заметила, что уже кружит над своим городом. Она смотрела вниз и о чём-то думала. Она продолжала лететь. И вот из-за деревьев уже показался любимый двор, что рядом с её домом. Ещё немного, и они с Армента оказались прямо на балконе, рядом с её комнатой. Раз, два, три. Послышался мягкий голос Армента. Эми из бабочки снова превратилась в девочку. Армента также вернулся в свой обычный облик. Жестом пригласил её войти в собственную комнату, а затем сказал. Ты уже можешь снять очки, что я тебе давал в начале путешествия. Если хочешь, оставь их себе. Пусть это будет тебе мой подарок. Прощальный подарок, немного помолчав, задумчиво добавил он. Затем достал из кармана небольшие песочные часы. Эми вспомнила, что уже видела их, когда должна была поговорить с нимаем. На этот раз песчинки уже почти все перебежали вниз, и они продолжали бежать. И Эми вдруг без слов и объяснений поняла, что времени, чтобы поговорить ещё с Армента, остаётся совсем мало. Но как же так? Ей ещё столько всего хотелось ему сказать. Дорогой Армента, быстро начала говорить она, чтобы успеть сказать ему как можно больше. Я знаю теперь, что ты настоящий волшебник, поэтому ты скоро исчезнешь. Так же таинственно, как и появился. Об этом мне сказали твои песочные часы. И я хочу тебе сказать большое спасибо за такое чудесное путешествие, в котором я узнала столько удивительных и важных вещей. про настоящую и ненастоящую дружбу, про благочестие, про то, как важно делать добрые дела, как уметь находить во всём что-то хорошее, и почему люди могут быть похожими на мух и на пчёл. А ещё, когда я была бабочкой, мне очень понравилось летать. А знаешь, о чём я ещё думала, когда летала? Я смотрела на город сверху и думала, что люди живут, как будто каждый в своей маленькой коробочке, будто и не видят друг друга. И они даже не знают, может быть, рядом с ними есть человек, которому очень нужна помощь. Только все люди проходят мимо, потому что все заняты своими взрослыми серьёзными мыслями. И лица у них поэтому тоже очень серьёзные. А я буду всем рассказывать, что у добрых дел есть удивительный секрет. И я всем расскажу про благочестие. И тогда все люди поймут, что это очень большая ценность. И каждый будет желать накопить его побольше. И поэтому все люди будут искать любую возможность, чтобы сделать доброе, бескорыстное дело. А со временем люди привыкнут делать добро. Для них бескорыстные поступки станут такими же обычными, как ходить или дышать. И другая жизнь им будет уже казаться странной. И от этого они будут очень радоваться от того, что смогли сделать кого-то немного более счастливым. И такие они будут радостные, что не будут у них больше с серьёзными лица. А будут у них на лицах сиять улыбки. И когда я буду идти по улице, то везде вокруг будут счастливые и улыбающиеся люди. И от этого я сама буду очень счастливая. «Это очень-очень хорошо», — сказал светящийся радостью Армента. «Но самое главное помни, в первую очередь ты сама должна делать то, чему хочешь научиться. И тогда у тебя всё получится. Обязательно получится, дорогая Эми. Чуть не забыл. Волшебные очки, что я тебе дал, никому не показывай. И никому о них не рассказывай». Эми кивнула. Армента вновь посмотрел на песочные часы. Девочка поняла, что времени уже почти не осталось. «Садись в своё любимое кресло», — сказал Армента. Эми послушалась. «А теперь закрой глаза». «Подожди», — вскрикнула взбудораженная девочка. «Ей всё ещё не верила, что сейчас придётся расстаться с Арментом. Возьми, пожалуйста, вот это». Девочка поспешно сняла со своей футболочки брошку с изображением. По удивительной случайности пчелы и протянула её Армента. Тот бережно взял подарок и приколол на лацком своего пиджака. «А теперь, пожалуйста, закрой глаза», — произнёс он, доставая большой ключ из своего кристального дипломата. Эми выполнила его просьбу. И вновь она увидела дверь, рядом с которой стоял Армента. «Спасибо за подарок, дорогая девочка». Он сделал шаг в открытую дверь. «Надеюсь, ты не будешь против, если я разок одолжу эту пчёлку одному своему приятелю». Уже почти неслышно донеслось до Эми. Стало темно. «Эми, доченька, ты что, не слышишь? Я уже два раза звала тебя ужинать». На пороге комнаты стояла мама. «Да, мамочка, сейчас». Я просто задремала и не слышала. Зато мне приснился какой-то очень хороший сон. «Только вот я не помню про что. Кажется, я была бабочкой. Нет, не помню». Через несколько минут она уже сидела за столом со своей семьёй и ужинала. «А где твоя брошка в виде пчёлки? Ты ведь так любишь её носить». «Решила снять?» Поинтересовалась мама. «Брошка», — подумала Эми. В её памяти всплыл ярко синий воротник, к которому была приколота её любимая пчёлка. Потом лицо Армента, затем вспомнился волшебный полёт, мухи, пчёлы, словом, всё. Всё вспомнилось одно за другим, до самых маленьких мелочей. «Так значит, это был не сон или нет? Всё-таки сон. А брошка просто упала, случайно лежит где-то в комнате?» Думала она. «Как вдруг очки». Внутри себя воскликнула девочка. «Как же я могла забыть? Армента же подарил мне волшебные очки. И если Эми наскоро доело то, что оставалось в тарелке, на бегу поблагодарила за ужин и стремглав помчалась в свою комнату». Мама, конечно, подумала, что её дочку побежала искать пропавшую брошку, о которой она ей только что напомнила. Но девочка бежала совсем за другим. Добежав до своей тумбочки, она положила руку на сундучок, в котором могли лежать те самые очки. Она стояла, тяжело дыша, не решаясь открыть его. И вот, переведя дыхание, она потихоньку стала поднимать крышку. А там, да, лежали они, волшебные очки с искрящимися стёклами. Те самые, которые подарил ей Армента. Девочка не верила своим глазам. Она осторожно закрыла крышку, села в своё любимое кресло и тихонько, еле слышно произнесла. Так значит, всё это было по-настоящему. И я действительно была бабочкой. Это была предпоследняя часть, четырнадцатая. Жалко, что уже только одна осталась часть. Так хотелось бы ещё. Мне так понравилось. Я только разогнался, а уже конец сказки. Ну ничего, Баблик, не переживай. Скоро у нас будут ещё сказочки. Иногда мы будем читать. Может быть, не так часто, но иногда будут у нас сказки, так что ты не расстраивайся. Это правда, будем читать сказки. Ула-ула-ула-ула. Ребята, а вы хотите своим басиком ещё другие разные сказки? Для малышей, например. Я не знаю, всякие разные интересные. Я очень хочу, чтобы все могли. Маленькие баски послушайте, большие. Кто совсем маленький, это может непонятно такая сказка. Это для старших деток. Ну, в общем, у нас осталась ещё одна часть. В следующем видео будет продолжение. Последнее, пятнадцатое, заключительное. Так что не пропустите. Подписывайтесь, если ещё не подписаны. Мы рады всем нашим подписчикам. Тем, кто с нами, и те, кто ещё к нам присоединится. Да, Рублик? Конечно. Мы просто обожаем. Потому что подписчики наши, это наши друзья. Мы их друзья, они наши друзья. Очень-очень рады всем. Всем ребятам и всем басикам. Спасибо всем, кто смотрит наш канал. Ставит нам лайки, подписывается. Мы просто счастливы. Обожаем вас, наши дорогие подписчики, наши зрители. До встречи в следующем видео. Пока-пока.